здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и приближается важный день международный день детей 1 июня как известно отмечается к этому событию конечно же огромное количество мероприятий готовится по всему миру по всей стране это и развлекательные события и развлекательные концерты мероприятия но конечно же это и самое главное это понимание того что дети требуют защиты и очень часто мы с вами взрослые просто как-то не следим не то что даже за своими собственными детьми но вообще не понимаем что дети это такие же люди как мы и за ними нужно внимательно наблюдать и не только защищать но и помогать и сегодня мы поговорим об одной из скажем так об одном из направлений это то что касается детского травматизма понятно наверное что все дети до к таком возрасте но рано или поздно где-нибудь что-нибудь травм очки бывает мы все через это прошли но детский травматизм имеет несколько иные корни у нас сегодня в студии гостья заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции по делам не совершить и по делам не совершеннолетник начальник отделения по делам не совершеннолетних ему мвд россии люберецкая елена александровна сухарникова здравствуйте елена александровна ну во первых с одной стороны 1 июня такой светлый до день когда ну как бы мы о хорошем думаем защищаем пытаемся как-то своих детей поближе да к себе вот и не только своих кстати да а течение остальных 364 дней до бывают еще случаи когда к сожалению там не усмотрели тем более вот в последнее время сейчас лето пришло дети активизируются до начинает как-то активно себя вести и тема детского травматизма конечно же очень важно последнее время мы сталкиваемся с какой-то такой странной историей одни говорят что это было всегда другие говорят что это как-то какая такая современна современная тенденция это когда и выбрасываются дети почему-то или падение из окон или сами или просто каким-то образом неаккуратно себя ведут падение из окон дать начнем с этой темы что это такое да но зачастую конечно чаще всего это бывает по неосторожность да по неосторожности потому что чаще всего к сожалению выпадают у нас и вообще в принципе то что выпадают дети из окон это дети маленькие до пяти лет обычно категория вот от года и до пяти родители забыли закрыть окно даже бывают случаи когда окно было закрыто но не сняты ручки не установлены задвижки либо какие-то блокираторы не установлены либо стоит москитная сетка окном было открыто для этого ребенку надо буквально секунду и не обязательно находиться вне квартиры до взрослому человеку то есть бывает что мама отошла там другую комнату на кухню это буквально две минуты ребенка что-то заинтересовало там либо какой-то звук либо еще что-то он из любопытства подошел к окну может его забраться и все это секундное дело ребенок упал то есть падают также с разных этажей а то говорят мы живем на первом зачем нам это надо нет с первого этажа тоже падает причем приносит себе травмы серьезные и бывают серьезные потому что мы не знаем как что внизу там же не лежит у нас подушку ну конечно и бетон камень все что угодно как ребенок упал поэтому травмы могут быть различны вот давайте сразу остановимся на этой теме казалось бы родители должны наблюдать за детьми но понятно да мама отвлеклась молоко еще что-то кого-то нет в комнате а какие способы какие-то специальные окна должны нет окна у нас обычно и у всех то есть что мы можем с вами сделать это в первую очередь убрать все предметы мебели от окна чтобы ребенок не добраться на окно во вторых конечно и в самую первую очередь объяснять что к окну подходить нельзя да не надо его приучать из залазить на окно мы же сами зачастую говорим пойдем посмотрим ой там салют давай тебя поставлю посмотрю нет надо ребенку сразу объяснять что это опасно к нему не надо в другой стороны вспомните сколько раз не говорят не вставлять два пальца ну и конечно установить какую-либо защиту то есть есть сейчас защита различные на разный бюджет есть определенные блокираторы затворы то есть есть люди ну нет возможности купить да то есть снимают ручки тоже это в принципе самое простое либо окно оставлять на режим проветривания если есть такая возможность то есть открывать его не полностью створку окна открыть на режим проветривания уже как бы мы предотвратим что ребенок может упасть а вот окна ну современный понятно что разные если современные дали довольно тяжелую то есть ребенок при желании все равно да настойчив и он может открыть окно если она может и сожалению у нас был буквально в том году случай что ребенок выпал верхнюю форточку вот которая верхнее окно он даже открыл не нижнее окно открыл именно верхнюю форточку и вылез в нее то есть дети непредсказуемые и что движет и какой у них там интерес это понять мы к сожалению не можем но окна это дать на наше время это очень большая опасность и поэтому максимально надо оградить хорошо но тут наверное еще и тема балконов тоже до присутствует потому что понятно что многих сейчас но в общем то и строят дома вот старых домах или в средних скажем тогда там есть людей просто балкон и из него не то что ребенок и человек мой обычный взрослый человек может выпасть вот но тут важен такой момент все таки есть какие-то способы как-то ребенку это объяснить но вот вы говорите что приучать что да но тут же опять же интерес может появиться и мы можем сыграть в другую сторону как правильно говорить единственное только что объяснять да на балкон только со взрослым со мной я отец тебе интересно я тебе покажу я тебе все расскажу до посмотреть все без меня на балкон ходить нельзя но есть только объяснять по-другому мы предотвратить это запугивать надо что там вот на балконе живет какой-нибудь бабайка это работает я помню меня когда я был совсем маленьким да иногда мне кажется работали каждый родитель знает своего ребенка потому что на многих детей это действует да если ребенок как бы подвержена этому и что очень часто букой был пугает не только на балконе что там бабайка в различных местах я знаю такие случаи когда пугает и полиции даже что вот придет полиция дата я помню меня тоже пугали на этом дядя милиционер заберет надо смотреть по ситуации по своему ребенку и с ребенком надо разговаривать и желательно наоборот не не грудь не грубой форме именно запугивать больше объяснять да и рассказывать что вот там бывает да упал конечно не рассказывать о том что есть летальные исходы не туда но например можно еще на прогулке да когда по вот смотри вот мы там же видишь как высоко к анонсаме снял логику задача да а вот где-ка я начинаю ну скажем так самый молодой это понятно когда ребенок но уже немножко ходит а вот самый старший возраст который еще по неопытности может выпасть это сколько три года четыре нет и 10 лет было еще до 8 лет падали 10 лет по как же 10 уже вроде бы все понятно почему это плюс почему как раз это был балкон ребенок ждал маму мама вышла да и она не сказал что все я сейчас уже подойду и ребенок решил посмотреть видно ли маму он поставил табурет у балкона и к сожалению он упал понятно эти случаи вот вы фиксируете их довольно часто если можно так сказать в этом году у нас уже два случая падения из окон один из них летальный к сожалению мангер заза да 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 на пустом месте до 2020 год летальных исходов не было нам было тоже 7 падений детей хорошо ну мы продолжаем говорить о детском траватизме но прежде чем мы перейдем к следующей теме насколько это все-таки от родителей зависит вся эта история потому что родители бывают разные даже самые настойчивые упорные родители которые прям будут от ребенка не отходят все равно имеет право на один шанс ошибку да как-то на сегодняшний день родители стали более внимательными к этим вопросам например раньше я помню наше время оставили ребенка там где-нибудь в районе они знают у нас много водоемов до московской области или возле речки ну пасочку там делают из песка и свои вопросы решают раз поворачивается ребенка уже нет вот насколько сегодня безответственно родители я бы так задал но сейчас уже более внимательнее относится к этому вопросу потому что этот вопрос очень актуален к сожалению наше время и о нем говорят везде благодаря средства массовой информации ваше работе форма наше образование комиссии по делам несовершеннолетних уполномоченные детям то есть везде эта информация существует на всех сайтах мы постоянно об этом говорим какие-то рекламные баннеры и постоянно постоянно любой на любом классном часе когда мы присутствуем да на любой беседе там с родителями мы всегда делаем на этого сада программе даже стоишь конечно конечно это самая главная актуальная тема это беседа на детский травматизм и максимально даже зимой у нас же случае есть и зимой падение из окон не только в летний период это круглосуточно круглогодично происходит в течение всего года поэтому мы всегда об этом говорим и уже сейчас да пользуются спросом вот я общалась с компанией пластиковых окон до родители интересуются родители стараются устанавливать все эти защиты на окна спрашивает консультируются и устанавливаться ну мне кажется наверно это и логично потому что уже даже для для телевидения для интернета для телефона уже придумали да какие-то способы защиты ну а тут казалось бы какую-нибудь заглушечку поставишь который ребенок точно не найдет кстати опять же возвращаясь к розетке до знаменитые тоже я помню никаких заглушек не было сейчас такая возможность есть просто надо быть внимательны и какие-то самое важное что это же никаких денег то особо не стоит правда то есть внимание и то есть опять же от беспечности все происходит прежде всего беспечность родители бабушки дедушки и так далее но идем ко второму вопросу я уже его немножко коснулся вот водоема да на сейчас у нас летние каникулы и естественно наши детки захотят купаться да то есть мы максимально должны предотвратить беду то есть мы должны объяснять детям во первых нам стараться не отпускать детей одних на водоем не надеяться на старших своих детей что они будут смотреть за младшими тоже все мы прекрасно тоже были детьми и все мы прекрасно знаем конечно да что находясь на пляже да со своими сверстниками вот самым пятилетний братик и конечно он будет увлечен беседы либо какой-то игрой со своими сверстниками и не будет он на постоянной основе за ним смотреть и нет гарантии того что он в принципе сможет ему помочь то в какой-то либо ситуации поэтому первую очередь это не оставляем без присмотра и со старшими даже своими детьми то есть всегда старше должен быть кто-то родитель потому что у нас бывают же случаи когда к сожалению тонн тонут дети которые умеют плавать да то есть они причем хорошо умеет плавать но он может все что угодно произойти в воде и от этого никто не застрахован и не надеяться на то что нет с моим ребенком такого не случится это было бы очень хорошо статистика водоемов вот насколько я знаю что он уже в этом году в московской области есть случаи уже утонувшие дети подростки мальчики у нас такого еще пока не было и надеюсь что это нас минует у нас специально этого про я делаю чтобы не было хорошо напомню вам что у нас сегодня в гостях а елена александровна сухарникова заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних начальник отделения по делам несовершеннолетних м у мвд россии люберецкая поговорили мы в первой части нашей программы о детской травматизме а именно связанного с домом с балконом с окном а также с водоемом а вот во второй части мы поговорим еще о детском от транспорте то есть да это тоже такой травматизм есть ну и всеми нами любимая дача которая тоже может принести несчастье в наш дом сейчас сделала небольшую паузу а потом продолжим напомним что эта программа открытый диалог с вами николай пивненко у нас гостях елена сухарникова заместитель начальника отдела уполномоченных участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних и начальник отделения по делам несовершеннолетних м у мвд россии люберецкая мы поговорили в первой части о некоторых видах детского травматизма и к несчастью их много этих видов мы продолжаем следующая тема это детский транспорт и вот тут я оттолкнусь от взрослых и не только взрослых вы не представляете я щас поездил по многим городам я увидел огромное количество самокатов самая популярная тема вот и просто такое ощущение что самокатов больше чем людей на этих самокатах значит двигаются подростки ладно взрослые люди ладно но и вот самокат не всегда было ну ощущение что все-таки детский вид транспорта то есть о чем к чему я это говорю что огромное количество вокруг нас техники всевозможных способов передвижения и мы не забываем о зацеперах которые да у нас продолжают существовать и я помню и наше время это было когда на троллейбусе любили ездить потому что там была такая лестничка и так далее то есть к сожалению детский травматизм детском транспорте назовем это так тоже существует вот давайте об этом поговорим какова у нас с этим ситуациям детский транспорт что мы подразумеваем это как вы сказали уже самокаты велосипеды ролики мы живем современном мире это у нас уже электро самокаты гироскутеры всевозможные сами и причем они едут с большой скоростью то есть это не просто обычные самокаты которые развивают скорость это ну как я уже сказал ролики также как вы сказали это зацеперы у нас электрички то есть еще есть к сожалению да есть причем еще с железной дорогой связано у нас очень часто это переход железной дороги то есть он мы никак не можем выработать систему научить наших детей что переходить дорогу надо именно в положенном месте это слышал что в одно дети же они еще любят придумывать всякие там истории я где-то слышал что иногда специально они могут делают чтобы ну кровь свою так сказать погонять действительно так давай вот кто ты успеешь не успеешь и так далее но нам мы понимаем что это совершенно какой-то непонятная история такое есть что делать как самокаты тоже не уберешь надо их научиться пользоваться этим транспортом их надо учить правилам дорожного движения объяснять да что пока у нас правило дорожного движения все виды этого транспорта приравнивать пешеходом да то есть надо их научить переходить дорогу что мы должны союз либо если это велосипед то мы с него встаем с ним рядом переходим дорогу самокат тоже мы катим его рядом обязательно вот почему мы когда покупаем трехлетнему ребенку ролики дамы первым делом покупаем все мамочки папочки шлем там на колени кино рукавники а когда мы покупаем 14-летнему подростку мопед мы иногда про это забываем то есть обязательно защита неважно три года 14 лет первую очередь мы должны подумать об этом что если вдруг он все-таки упадет он должен себя защитить да ну то есть вот каждый ребенок к несчастью великому имеет шанс нападения и вам нужно предусмотреть шлемы наколенники специальной одежды и так далее да и контролировать обучать не только даже вот правилам дорожного движения на то что если это он едет по тротуару что там также ходят люди чтобы он не нанесся увечья улучшить его быть вежливым на дороге уже сразу до аккуратно в первую очередь конечно подумав о себе а также окружающих кто с ним рядом находится мы же сами понимаем к сожалению даже мы взрослые люди не мы конечно какие-то другие зачастую но нет машины да ну не горит там зеленый сигнал светофора ну как-то быстро перебежал то есть вот это опять же беспечность который от взрослых передается детям я прекрасно помню на своем возрасте но как-то нас учили этим правилам никто на них внимание не обращал мало того когда человек получает даже права и вроде бы как учился это все равно он не до конца все эти знаки знает я к чему веду может быть вот эти детские программы интересные которые не просто да там правила рассказывать даст а разные способы там мультики какие-то книжки раскраски и так далее я вам больше скажу нашими сотрудниками огни бдд молодой россии люберецкая проводится очень большая работа именно пара по пропаганде дорожного движения то есть сотрудники посещают детские сады и образовательные учреждения устроен мастер-классы конкурсы все различные мероприятия где именно с транспортом с велосипедами их все обучают всем дорожным знаком главное это им нравится скорее нравится процессе игры им это все доводится но главное чтобы еще родители тоже закрепили своим примером им это все показывали что вот смотри вот видишь я я никогда и не пойду на красный я подожду зеленый а как вы считаете вот сейчас говорят это вопрос как говорится просто ну к самокатами с велосипедами будут что-то решать будет постеконечку все-таки приниматься какие-то направления где может действительно ну помните там предлагали чуть ли не права делать и так далее а ну реально приходишь в парк семьей гуляешь до огромное количество самоката и ты не знаешь когда на тянет ну то есть уже психологически неприятное ощущение ну я знаю что то есть рассматривается я думаю да выносится предложение законодательства но пока решение не принято а раз решение не принято значит боремся с тем вот как можем да вот опять же пропаганда в хорошем смысле слова игра рассказы и а надо ли детям например вот такой еще вопрос по поводу транспорта показывать какие-то будут негативные моменты вот там как кто-то упал на самокате это работает или это все таки не является воспитанием более легкие примеры без без жести до возвращаясь к теме взрослых я прекрасно понял советском союзе была мода да по-моему и сейчас она когда кпп гибдд или гаи как тогда до называлась стоял какая-нибудь страшно разбитая машина и считалось что это влияет очень сильно на водителей что вот они посмотрят и так далее детьми наверное так не нужно все-таки в лайт режиме ну да можно объяснять что ты можешь упасть ты можешь пораниться это будет больно и он может дойти до больницы потому что на детей как-то влияет тоже слова медицина больница ну да они понимают что это какие-то процедуры потом будут то есть боятся не боятся нас немножко может быть ну и вот дальше еще вопрос а потом поговорим о других способах которые будут разработаны на вами которые вами поддерживаются дача с одной стороны это место для некоторых которые мучаются там что сажают пытается другие просто релаксирует и вот этот релакс иногда приходит к тому что все в каком-то своем собственном мире и ребенок раз и пропал далее получил пропал где-то упал и так далее и тому подобное чем удача тоже вывести на нами с вами на этот беседу потому что на даче нас тоже могут остерегаться поджидать различного рода опасности начнем с того что во первых очень часто там жарят шашлыки это мангал это огонь шампура огонь во вторых мы устанавливаем бассейны то есть тоже бассейном надо объяснить как пользоваться потому что могут дети прыгать неправильно прыгать в него то есть мог быть тоже различного вида травмы гуляем рядом лес мы пошли гулять надо объяснять чтобы во первых не ходил один потому что он может потеряться в лесу и чтобы они что у нас никакую ягоду там не сорвал неизвестно грибы грибы клещи и еще и много московского с также борщевик чтобы он его ни в коем случае его не трогал не нюхал не пробовал не дай бог на вкус то есть все это надо объяснять тоже что вокруг есть опасные растения вот то есть это надо практически с ребенком проводить инструктаж по технике безопасности до инструктаж по технике безопасности здесь нам также в помощь школа у наших малышей и сама мама у них есть такой предмет как окружающий мир он нам в этом вопросе тоже немножко помогает то есть нам рассматривают также эти темы что у нас московской области какие есть растения все то есть это нам с вами в помощь и самим обязательно всегда при любой прогулки вот туда нельзя это нельзя и причем самого раннего возраста если мы успеем заложить у него это все останется и в памяти он все поняли и опять как мы сегодня уже так понимаю решили а у вас это как бы уже сам по себе принято решение что все-таки мы лучше не пугаем а лучше учим да и пытаемся научить и кстати тут еще очень важный пример на собственных то есть родители сами должны вести себя соответствующие да естественно в первый пример любой плохой пример который ну кто-то не заметил и так далее да там папа вдруг бросился в бассейн как с каким-то странным прыжком конечно не пугаем а все-таки стараемся объясняем показываем да и желательно все в виде беседы потому что ребенок должен нам доверять не надо запугивать если вы будете просто все это брать авторитетом ребенок может закрыться даже перед вами поэтому надо стараться найти общий язык с ребенком чтобы он тоже вам доверился чтобы он к вам прислушивался ему было тоже то интересно наше время сейчас очень много книг литературы в школах есть если сами не справляйтесь не получается даже можно обратиться за помощью это не обязательно прям специалисты какие-то психиатры еще что-то всегда можно и психологу социальному работнику все пойдут навстречу все помогут подскажет как со мной маме или папе как на эту тему поговорить либо непосредственно смогут поговорить с ребенком ну и я так понимаю что опять же надо не забывать что ребенок это тоже человек тоже личность что его нельзя вот просто не нравоучение важно быть да спокойно разговор и тогда может быть это очень мне кажется каждый из нас прекрасно помнит из своего там детства до какие-то важные моменты которые на всю жизнь они запоминаются ты уже ведешь себя соответствующим но все-таки если вот что-то происходит как поступать в этом случае если вот ребенок ну понятно что там скорой помощи так далее но опять же дача или еще что-то или например ребенок все равно эти вот есть очень активные дети тут им гаи говори говори говоришь он все равно то там упал то там упал и так далее как быть чем вы тут можете помочь ну полиция мы же не только тот орган который обязательно все это уже наказывает наказываем до меры там все там некоторые все тебя сразу поставят на учет нет в первую очередь мы будем проводить беседы к нам всегда можно обратиться к сотруднику полиции чтобы тот даже просто провел беседу опять же хоть с родителями хоть с ребенком мы работаем с семьей полностью если мы инспектор по делам несовершеннолетних это не значит что только дети всегда может обратиться родители сказать вот не имею авторитета перед ребенком не слушается да там и если на бог тем более там как сказать планирует пугает что уйду из дома там всегда можно обратиться мы проведем беседу поможем есть школах социальные работники через группе психологи не надо стесняться или бояться что все это значит какое-то клеймо будет на ребенок еще что-то нет всегда все аккуратно пройдут беседу поймут какую помощь можно оказать и как вообще быть и в какое направлении все это направить но а буду есть родителя может быть часы услышат идти не хотят куда-то можно написать да у нас существует детский телефон доверия поэтому я хотел бы сделать на этом акцент запишите номер телефона всем кому интересно это 8 800 2122 на этот телефон всегда есть возможность обратиться за любой консультацией психологической помощью то есть он работает в круглосуточном режиме и всегда сотрудники специалисты помогут и подскажут как быть куда обратиться причем это поэтому телефону могут звонить кто и и взрослые позвонить и дети могут давайте еще раз напомним телефон 8 8 800 2122 ну что мы должны завершать есть у вас еще какая-то информация которую вы хотели бы обязательно да я хотела бы вот мы все с вами поговорили в основном о маленьких детях об опасностях вот насчет более подросткового поколения я хотел бы напомнить родителям что у нас существует закон московской области это номер 148 от 2009 года о чем он гласит о том что все несовершеннолетние должны находиться в вечернее время дома без сопровождения взрослых они не имеют права находиться на улице потому что за скольки это до 16 лет до 22 00 а в летний период до 23 00 до 18 лет до 23 00 и до 6 утра дети должны быть дома с 18-летний ребенок до 23 00 до 6 утра без сопровождения именно взрослых он не имеет права находиться на улице у нас теперь есть это понятно вот а сделано это для чего это для предотвращения до уберечь детей от всевозможных также опасность работает вы увидели это по цифрам когда появилась вот этот закон стеки уже существует почти 12 лет до работает непосредственно и мы с ним работаем также проводятся рейды в ночное время поэтому чтобы родители не удивлялись почему мой ребенок был доставлен в отдел полиции потому что случай выявление совершеннолетнего ночное время на улице любом общественном месте без сопровождения взрослых он будет доставлен в отдел полиции куда и потом вызовутся родители для сбора материала и дальше полом смотреть если это конечно будет неоднократно то уже будут привлекаться к ответственности родители то есть уже все серьезно или александр очень интересная тема приходите к нам еще потому что несовершеннолетние дети это же наше все вот и тут очень много вопросов и сейчас тем более до век интернета всякое всякое разное случается поэтому мы всегда рады вас видеть и напоминаем всем нашим телезрителям что следите за детьми вот можно любить любить до невозможности и достаточно секунд до того чтобы случилось несчастье елена александра сухарникова была гостью нашей сегодняшней программы заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних начальник отдела по делам несовершеннолетних ему мвд россии люберецкая спасибо вам огромное в хорошей вам работы и поменьше нам неприятных новостей и выезда в данном случае полиции спасибо с вами был николай пененко программа открытый диалог до свидания